Сегодня я покажу, как выполнять миланскую петлю. Нам нужен будет шнур. Это основное условие. В дюймах это 3 четверти примерно. Ныряем под наш шнур. Здесь делаем в этом месте такой вот разворот. Смотрим, чтобы у нас образовалась красивая закрепка. Способ несложный. Пробуйте разными нитками. Идеально получается шелковой ниткой. Добрый день. Сегодня я покажу, как выполнять миланскую петлю. Самое главное, что нам для этого нужно, это нам нужен будет шнур. Наша петля миланская, она обрабатывается вокруг шнура. Это основное условие, когда мы делаем миланскую петлю. Тем самым она возвышается у нас на тканью. И получается такой красивый рисунок миланской петли нашей. Нам нужна будет линейка мел. В этот раз мы будем использовать небольшие ножницы. Обычные ножницы. Тонкая наша игла. Стандартная наша игла для выполнения петли с большим ушком. Белая нитка для обметки. И мы можем приступить. Итак, из основного, что мы видим. Это у нас тот же самый кусок, который у нас был в работе на предыдущих наших петлях. Я делал петлю с глазком. И резал две петли для образца. Тут они у меня обметаны, но я петли делать не буду. Оставим их как образцы. Миланская петля у нас, она прямая. Поэтому мы будем делать обычную прямую линию. Намечаем перпендикулярно к нашему краю. От края обычно на лацкане я отмечаю 1,2-1,3 миллиметра или полдюйма. И петля у нас обычно 2-2,5 сантиметра. По поводу длины петли вы можете уточнять у своих клиентов. Но стандартно делайте 2 сантиметра. В дюймах это примерно 3,25 примерно. Вот у нас отмечена петля. И мы должны ее обметать по контуру для того, чтобы у нас не сдвигались слои. Перед тем, как мы будем ее разрезать. Так, начинаем мы у основания нашей петли. Там, где у нас будет закрепка. Сгиб наш, это получается, у нас будет в этой области разворот. Сейчас у нас сгиб, но в оригинале, на подборте, когда вы делаете петлю, в этом месте у вас обработанный край борта. Так как у нас образец, у нас здесь сгиб. Начинаем снизу и уходим к нашему предполагаемому краю борта или сгибу в данном случае. Я соединяю косыми стежками, колю иглу перпендикулярно к основанию, к центральной линии нашей петли. И расстояние от центральной линии, держите примерно где-то 4, не меньше 3-4 миллиметров. Ближе не нужно, иначе, когда вы будете делать, обметывать петлю вашу, вам будет неудобно. Будете касаться вашей наметочной нитки. Вот таким образом обметали. Можно расправить, чтобы у нас нигде ничего не тянуло. Тянуть у нас не должно, почему? Потому что иначе наши слои разойдутся, когда мы их разрежем. И теперь мы вырезаем ножницами, как я уже показывал на предыдущих петлях прямых, режем середину насквозь. Первый. Первый раз насквозь. Дальше мы находим наше разрезанное место. И идем к краю нашего намечания. Переворачиваем наше изделие. И опять от середины к следующему краю нашего намечания. Вот таким образом. Вот у нас получилась петля, да, разрезана. Дальше мы берем тоненькие ножницы. И можно поддеть одну нитку борту. У нас в данном случае бортовка. И когда вы делаете на подборте, у вас тоже будет бортовка. Желательно эту петлю, конечно, тренироваться на бортовке. Но если у вас бортовки нет, можете проложить любую другую прокладку, любую хлопчатобумажную, да, какую-нибудь ткань. Попробуйте делать вот в три слоя. Вот у меня сейчас здесь три слоя. Слой бортовки и два слоя нашего верха, так называемого. Ловим нитку на бортовке, высыпаем ее. Прямо одну-две нитки, не больше. И отрезаем. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы когда мы обметали, у нас нитка не выглядывала из-под петли. Прямо чуть-чуть у вас должно быть срезано. Условно говоря, полмиллиметра от края. И с другой стороны то же самое. Дальше мы берем тонкую нашу иглу, которая у нас битвуинс, да, то есть короткая, тонкая. И берем для обметки нитку. Я использую, это у нас Гутерман Терра 180, да. Ту нитку, которую мы используем для обметки. Она тонкая и в то же время очень гладкая. Гладкая нитка нужна для того, чтобы вы в процессе подготовки, у вас петля не высыпалась. Делаем узелок и прячем его между слоями. Два миллиметра у основания прокалываем. Лучше всего колите под вашу прокладку, то есть у нас вот бортовка под бортовку. Так будет надежней, что у вас слои не высыпятся верхние, которые сейчас разрезаны. И просто обметываем вокруг. Если вам хочется сделать красиво, вы можете обметывать так называемым обмёточным швом. Это когда берем и накидываем, да, у нас по сути получается петельный шов, если мы накидываем. Как я на предыдущих видео говорил, я не мучаюсь, не делаю так. Если кому-то нравится, пожалуйста. И идем по кругу, обметываем, захватывая все три слоя. Старайтесь указательным вашим пальцем, указательным пальцем помогать себе. И нижний слой поддавайте в сторону прокола. Вот у меня прокол. Получается, с правой руки, да. И я себе подаю нижний слой под правую руку. По сути, я его вижу. Или наблюдаю, да. Я когда делаю, я вижу свой нижний слой. И таким образом вы 100% захватываете все слои. В данном случае у нас три слоя здесь. Вот таким образом. Охватываем все три слоя. Еще. Можно, конечно, стараться колоть перпендикулярно к петле, но тогда неудобно держать ее. Я обычно держу вот под таким градусом, где-то 45 градусов к себе, да, и колю по диагонали, вот как видите. Мне так удобно. Если вам удобно колоть перпендикулярно, колите перпендикулярно. К концу петли вы можете уже, да, развернуться и колоть перпендикулярно. Здесь вариантов уже нет. Только так. В конце делаем двойную или тройную закрепку. На одном месте. Раз, два и три. Все, нитку здесь отрезаем, прятать ее не нужно, она у нас прячется под петлей. После того, как мы обметали, нам нужно подрезать наш шнур. Петля у нас будет контрастная, голубая, да. Чаще всего петли, миланские петли, клиенты предпочитают разноцветными. Кто-то, конечно, делает цвет, но бывает очень часто, что разноцветные. Соответственно, здесь я для наглядности и для примера использую голубую нитку. И у нас голубая нитка будет основная, да. Соответственно, шнур у нас тоже должен быть в цвет нашей нитки. Что мы делаем? Мы берем и с хорошим запасом, для того, чтобы потом спрятать наш шнур, ну, запас где-то пару сантиметров от длины нашей петли. Соответственно, пару сантиметров от начала, да, от этого. И вот будет наш шнур. И дальше мы берем нашу нитку, она у нас вощеная, предварительно мы ее заготовили. Это шелковая вощеная нитка. Делаем узелок и прокалываем примерно в сантиметре от желаемой нашей петли, начало нашей петли. Прокалываем в сантиметре, я вот колю по диагонали, вот таким образом. вынимаем нашу нитку. И видите, я, когда вынимал, я держал нитку пальцем. Но в этом случае я не нитку держал пальцем, а я держал ткань, для того, чтобы, когда нитка у нас выходит из ткани, она не потянула за собой мелкие нитки, которые у нас срезаны, да, на ткани нашей основной. Для этого можно, если вы хотите, чтобы нитка у вас не высыпалась, придержите пальцем и через палец вытягивайте свою нитку. Делаем первый стежок. Ну, по сути, он не стежок, а я делаю обычно первую такую петлю, для того, чтобы захватить наш шнур. Выпускаем наш шнур на пару сантиметров, как мы его задумали. И первый стежок у нас, по сути, не стежок, а просто такой обметка, да, такая. И что мы делаем дальше? Мы дальше берем и ныряем под наш шнур, вот так вот иголкой, вот я прям провожу, показываю вам. Ныряем под наш шнур и где-то пару миллиметров от края, вот, пару миллиметров от края, делаем первую нашу петлю. Так вот, прокалываем, протягиваем и получается вот такая вот у нас заготовка, первая наша петля. Дальше я этот способ как-то сам додумал, потому что я видел много способов в интернете, они мне ни один не понравились, мне пришлось самому додумывать. Дальше я беру и задней частью своей иглы вынимаю нитку через петлю опять на лицо, вот таким образом, через петлю под шнур, очень важно, и вытягиваю, образуя следующий стежок, вот таким образом. Подтягиваю до конца, по сути вы должны уложить петлю за петлей, вот так вот подтянули и перехватываем опять нашу иголку и опять под шнур ныряем и колем опять два миллиметра. Вот эти два миллиметра вы должны контролировать по возможности очень строго, от этого будет зависеть наш результат. Продеваем нашу нитку через петлю на лицо под шнур и опять иглой колем рядом, рядом на толщину нашей нитки и где-то на пару миллиметров по ширине. Затягиваем и у нас получается вот такая вот нехитрая конструкция, которая у нас должна превратиться в нашу миланскую петлю. Опять вынимаем и таким образом мы идем по кругу. Очень важно, обратите внимание, в обратную сторону я стараюсь идти задней частью своей иглы, для того, чтобы когда вы выносите иглу опять на лицо, она у вас острием не попадала в вашу ткань. Этот прием он в этом случае лучше, если бы вы просто по логике мы должны здесь идти острием, да, но все-таки тупим концом лучше именно для того, чтобы не дай бог не повредить вашу ткань. Ну и сэкономить себе время. Если вы попадаете острием в ткань, вам приходится вынимать, разворачивать обратно. Таким образом образуются у нас петли. Опять. сразу колите на лицо, когда вы выходите, сразу колите под шнур. Вот у вас получается, эта петля миланская, она просто огибает ваш шнур. Ничего больше в ней нет такого загадочного, секретного. Почему я так говорю? Потому что многие коллеги продают ее или предлагают клиентам как что-то такое, какой-то ноу-хау. Ничего в ней нет секретного, сложного. Почему-то ее прям боготворят некоторые. Миланские, может быть, от названия. очень важно в миланской петле это вот этот прокол вниз и соблюдение его ширины. В готовом виде то место, где вы прокалывали вниз, его будет видно. И если оно у вас повторяющейся ширины, это будет выглядеть очень деликатно и красиво и аккуратно, это будет петля у вас выглядеть. Если у вас петли немножечко после того, как вы заправили, они у вас расходятся, можете себе помочь вот таким образом. Можете их укладывать иголкой, поправлять пальцем, иголкой и не торопимся. Петля у нас делается легко, но в то же время торопиться не нужно для того, чтобы не переделывать. И уточню такой момент, что у девушек петли, в частности миланские, получаются лучше всего. Девушки это делают очень аккуратно и красивые петли. По сути, в пиджаке вся ручная работа сделана женскими руками чаще всего. Так вот, мы еще раз обратить внимание, хочу, что мы немножечко шнурно отодвигаем и прокалываем. Практически вертикально нужно прокалывать для того, чтобы у вас были одинаковые стежки. и еще такой момент, что касается миланской петли, ее нужно затягивать хорошо. Она скажем, любит, чтобы ее затянули. так вот, мы дошли до поворота. Я хотел бы обратить ваше внимание на саму петлю. Качество у нас тут хромает. Вначале у нас хорошо, потом мы пошли широко. Мы сейчас дошли до разворота и у нас все продолжается слишком широкий захват. То есть, мы широко прокалываем. Даже в нашем случае это даже хорошо, потому что вы видите, какой может быть дефект от того, что мы колем слишком широко. Мы сейчас как развернемся, я постараюсь сделать максимально возможно узко, как у меня получится. И мы сравним. И для примера я покажу изнанку. По изнанке мы можем тоже понять, что мы что-то делаем не так. Вот смотрите, видите, у нас во-первых, все наши нитки скачут, вверх-вниз. И вы можете проверять себя, переворачивая вашу петлю таким образом. Вот если у вас выглядит как у меня сейчас, то что-то вы делаете не так. Значит, что-то нужно или переделывать, если это уже у вас клиентская петля, или если вы учитесь, то развернитесь и старайтесь, пробуйте делать уже, шире и увидите разницу. Вам нужно набивать руку. мы сейчас развернемся и будем делать уже и сравним наш результат. Итак, мы идем, так как мы уже дошли до нашего разворота, мы тут уже не можем так легко прокидывать нашу нитку между нашим шнуром. в этом случае нам придется просто вынимать нашу нитку в нашу петлю и придется нам огибая под шнур ее прокладывать. Делаем разворот и разворот мы делаем не задумываясь в том смысле, что так же идем параллельно нашему срезу. Опять нам неудобно партшнур, мы под шнур будем подкладывать вручную, да, уже не в один прием, а в два приема вынули и подложили. Как я сказал, я буду стараться сейчас колоть уже для того, чтобы у нас более деликатно и образовывалась строчка. вот мы разворачиваемся. Не торопитесь, делайте нитка за ниткой. Так, я здесь вынул, но забыл под шнур. Соответственно, проверяйте под шнур, не забывайте надевать нашу петлю. Огибать. все, что сложного в нашей миланской петле, это вот только вот в этом месте, да, в месте разворота. То есть, нам тут приходится наше изделие, неудобно нам его держать, не забывать опять под шнур и делать разворот. И разворот, и старайтесь разворачивать уже само изделие к себе. То есть, у вас уже должно изделие само физически тоже развернуться. Видите, да, то, что было от меня, теперь уже ко мне лицом. Петли старайтесь собрать в кучу. Если нужно, можно вот так иглой себе помочь. сверху тоже аккуратно можно их забирать и подтягиваем. Вынимаем нашу нитку на лицо под петлей. Смотрим, где она у нас кончилась и колем. Буду стараться в этот раз сделать поуже. И колем нитка за ниткой. Так. Здесь делаем в этом месте такой вот разворот и прижимайте ваш шнур вот так вот пальцами, чтобы он у вас образовал вот такой вот острый участок здесь. Это нужно для того, чтобы шнур у нас принял нашу обратную обратное направление. Вот он у нас в обратное направление. Опять огибаем и буду стараться здесь уже специально колоть максимально узко и еще я в принципе понял свою ошибку. Колоть нужно максимально вертикально. То есть берем находим предыдущую нашу нитку наш стежок и старайтесь колоть вертикально. Чем более вертикально вы колете тем у вас уже будут вот эти вот строчки. Вот как в начале у нас здесь можно увидеть. Опять разворачиваем иглу обогнули образовали первый стежок и находим где у нас нитка и старайтесь колоть вертикально нитка за ниткой. не нравится мне буду чуть-чуть пошире как еще очень важно все зависит от вашей ткани то есть той тканью какой вы работаете в данный момент есть ткани более сыпучие есть менее сыпучие на если вы хотите сами себе понравиться вы можете взять любой кашемир и попробовать сделать петлю на кашемире и вы будете вы будете себя хвалить за эту петлю на кашемире делать ее легче всего на кашемире и еще такая ткань как фланель на фланели если вы сделаете миланскую петлю то тоже будете себя хвалить на габардинах это самое сложное вот у нас сейчас что-то похожее на габардин тут уже нужна сноровка я сейчас не тороплюсь стараюсь сделать максимально близко к эталонному да как у меня получится для того чтобы вам показать я колю нитка за ниткой если на обычной петле вы можете ну там полмиллиметра у вас может отходить нитка от нитки на миланской строго нужно делать нитка за ниткой почему потому что по сути у вас миланская петля огибает ваш шнур и чем чаще у вас будут стежки тем более деликатно будет выглядеть ваша петля а так как у нас как я говорил миланская петля она на лацкане это будет лицо вашего изделия и когда вы работаете над лицом вашего изделия торопиться никуда не нужно миланская миланская и так в данном случае у нас уже последний идет стежок и скажу так что я себя поправил на второй части и покажу как и для учеников для вас я хочу сказать что колоть нужно строго перпендикулярно к нашему основанию вертикально и тогда таким образом вы колите максимально близко к краю как только у вас появляется угол небольшой вы расширяете место прокола и у вас получается очень некрасивое основание вашей петли я сейчас покажу в чем разница когда мы будем утюжить я покажу в чем была разница и о чем я сейчас говорю все мы дошли уже до нашего начала слева у нас мы закончили справа мы начинали да теперь мы переворачиваем нашу петлю и в данном случае нитка в нитку доставайте свою нитку на лицо прокалываем нитка в нитку вынимаем смотрим чтобы у нас образовалась красивая закрепка в данном случае такой вот перпендикулярно если вы не дошли до вашей закрепки ну можете сделать две-три нитки и у вас все закроется две-три нитки я имею ввиду два-три прокола таким образом вот раз стянули и второй раз на этом пока остановимся и будем заправлять на шнур под нашу ткань внутрь прятать шнур я видел варианты когда шнур первую часть сразу начинают изнутри но мне такой вариант не нравится я люблю шнур заправлять вот сейчас в конце у меня такая техника кто делает заправленным шнуром изначально это ваше право есть такой способ тоже так что мы мы сейчас сделали двойную закрепку и мы должны отложить пока нашу нитку вот таким образом я ее в сторону отложил шнур у нас распускается и у него есть внутреннее такое основание нам надо добраться до этого основания что мы делаем мы распускаем внешнюю нитку до начала нашей петли и отрезаем обмотку шнура нашего то же самое делаем с другой стороны таким вот образом он распускается распускаем до основания петли внутрь не нужно распускать вот до петли дошли все если у вас петля каким-то образом вытянута или что-то с ней вот она у нас сейчас сейчас ровными если она была бы у нас вытянутая можно ее немножечко подтянуть до того как мы высыпали шнур я забыл показать но сейчас я показываю вариант такой можно чуть-чуть петлю подтянуть она будет такая более стянутая петля за петлей как можно определить растянули вы петлю или нет у вас с этих краев слева справа у вас начнет такой волной плыть ваша ткань это будет означать что петля у вас растянута для этого придется вам ее немножко стягивать то же самое можно делать и с обычной петлей когда вы ее немножко растянули бывают такие моменты и так мы для того чтобы спрятать наш шнур мы берем иглу с толстым ушком у нас такая игла в половину больше чем наша рабочая отворачиваем на шнур и прокалываем под шнур у его основания выходим под бортовку теперь теперь берем и заправляем тот шнур под который мы подлезли что нам для этого нужно чуть-чуть размахрите конец но обычно портные берут и слюной его смачивают ничего такого там нету катастрофичного это способ как мы работаем в деле в иглу и вытягиваем вытягиваем на лицо скорее наизнанку в этом случае и все тоже делаем со вторым шнуром и так после того как мы заправили наши шнуры мы продолжаем делать нашу закрепку закрепку в данном случае делаем нашей обмоткой как я показывал на одном из видео идем вокруг таким вот образом обматываем и складываем наши стежки назовем это так друг за другом у нас получится красивая деликатная закрепка старайтесь хвост держать позади чтобы у вас стежки петли укладывались друг за другом еще раз хвост позади держим и тогда у вас идет намотка равномерная таким образом когда вы доходите до деликатного момента там где уже стежки ложатся друг за другом можете себе помогать пальцем таким вот образом опять в обратную сторону придерживаем пальцем по сути пальцем вы направляете вашу петлю в ту сторону где вы хотите чтобы она образовалась если вам что-то не понравилось можете ее вынуть и опять уже надавив пальцем уложить вот такая получается у нас закрепка еще раз повторюсь девушки все эти операции делают очень деликатно мы мужчины немножечко делаем это топорно и здесь у нас образец ученический я ее не делал уже очень давно что мы делаем дальше мы как только мы закончили обматывать нашу закрепку мы выходим наизнанку прячем нашу нитку наизнанку прокалываем в основании нашей петли где мы начинали ее делать и выходим наизнанку вот таким образом вышли наизнанку переворачиваем и с изнанки опять нитка в нитку будем прятать нашу рабочую нитку нитка нитка в нитку это значит стежок в стежок где-то миллиметр ткани захватываем смотрим чтобы не было ничего на лице вот таким образом и чуть-чуть подтягиваем и она у нас прячется в данном случае у нас контрастная нитка ее будет видно ничего страшного если ее даже будет видно два раза мы здесь затянули хотя нет я сейчас подтянул она у нас спряталась два раза подтянули и опять выходите на лицо этой же ниткой приблизительно 2-3 миллиметра от самого основания еще хотел обратить внимание вот это у нас была первая часть нашей петли вот эта сторона вторая часть нашей петли и можете видеть здесь у нас был широкий прокол здесь у нас он пошел уже поуже выглядеть он должен вот как вот конец нашей петли вот здесь это в идеале так как мы делали в начале оказалось неправильно но хорошо что мы сделали неправильно вы теперь видите разницу прокалываем как я сказал на эту сторону на лицо и стараемся нашу петлю слегка вот таким вот закрепочным стежком обметать и пойдем на утюг все можем идти на утюг после того как мы закончили нашу петлю мы ее должны поутюжить обязательно да мы когда мы ее утюжим мы придаем форму нашей петле и все моменты которые мы не смогли вручную исполнить утюгом можно поправить давайте поутюжим что у нас здесь из основного что может нам не понравиться мы видим да у нас разворот нашей петли он приобрел такую форму глазка на миланские петли он должен быть абсолютно прямой так как она у нас выглядит по центру чтобы нам сформовать наш глазок так называемый в этом месте мы должны его немножко нагреть утюгом и вот таким способом прижимаете и у вас петля спрямляется то есть ваш шнур в этом месте заправляется видим да все можете подутюжить подержать немножко можно охладить все больше не утюжьте потому что когда я утюжил у нас он опять раскрывается и в таком виде мы срезаем лишнюю нашу нитку ту которую ту которая у нас держала нашу петлю еще миланская петля она требует того чтобы вы ее поправили к середине обязательно тогда она будет выглядеть красиво элегантно переворачиваем срезаем наш шнур тот который у нас тут есть я его как обычно срезаю я слегка его вытягиваю миллиметра два три отрезаю вровень вровень и он у нас прячется прячется за счет того чтобы мы его подтянули дальше с изнанки аккуратно срезаем нашу нитку здесь очень внимательно надо быть чтобы не срезать нашу петлю срезайте только нитку переворачиваем на лицо и обычно я кончиком ножниц нитку убираю делаем это не спеша деликатно убираем наш первый узел также я его вытягиваю подсекаю и он прячется видим да еще раз вворачиваем наизнанку и проверяем есть ли у нас остатки нашей нитки есть небольшой остаток и мы его подсекаем вровень все обратите внимание да у нас вот вторая часть петли это вот это вот поуже то что я объяснял будем брать поуже первая часть так как у меня не получилось и мне пришлось исправлять если вы будете делать сами без каких-то там очных мастер-классов будете пробовать да у себя дома старайтесь делать максимально узко и делайте несколько петель пробуйте и у вас обязательно получится переворачиваем нашу петлю и смотрим хочу на что здесь я хочу обратить внимание в готовой петле там где мы кололи широко у нас видно нашу основную нитку и сейчас покажу обратную сторону ту часть где мы кололи поуже вот таким образом она должна быть у вас изначально и по кругу то есть у нас неправильная сторона у нас правильная сторона вот таким образом исполняется у нас миланская петля всеми любимая да способ несложный пробуйте разными нитками идеально получается шелковой ниткой это основное условие если вы хотите красивую миланскую петлю обязательно как я сказал нужен шнур без шнура она не получится если мы в обычной петле можем обойтись только двумя нитками и глазковую петлю исполнить обматывать ее вокруг двух ниток на миланской петле я такое не пробовал но на мой взгляд это у вас не получится только шнур поможет вам обработать правильно эту петлю если у вас остались какие-то вопросы по миланской петле оставляйте в комментариях я отвечу на все вопросы спасибо за субтитры спасибо за субтитры